Ему был отведен на земле более короткий срок, чем другим членам его семьи. О его жизни известно очень мало, хотя имя его и труды по достоинству оценены всеми, кто занимается историей и культурой Востока. Возможно, для нас навсегда останется неразгаданность подлинная мистерия его судьбы. Как сказал Алдин Румин, «Мое место безместно, мой след бесследен». 1902 год. В России неспокойно. Новые энергии нового века будоражат страну терактами эсеров, выступлениями рабочих и серебряным взлетом искусства. Воздух полон воздыханий, грозовых надежд. Высь горит от несмыканий воспаленных вежд. Тревожные времена рождают героев. Старший сын Николая Константиновича Елены Ивановны Рерихов, Юрий, появился на свет в селе Акуловка Новгородской губернии 16 августа 1902 года. Николай Константинович, молодой, но уже известный петербургский художник, работал секретарем общества по ошлению художеств, участвовал в выставках мира искусств. Елена Ивановна, талантливая пианистка, изучала философию, особенно ее интересовала мудрость Востока. Первые три года Юрика прошли в доме на старинной галерной улице, невелико от садовых верфей и эрмитажа. Влажный ветер с Невы доносил крики чаек, гудки пароходов, словно приветы из неведомых стран. Картины отца погружали в мир древних сказаний и легенд. Любимым чтением Юрика в два-полтора года стали каталоги музеев и выставок, рассказывала Елена Ивановна. А брат Святослав вспоминал. Наша матушка очень мудро с самого начала руководила нашей жизнью. Мой брат с самых ранних лет интересовался историей, поэтому она бережно собирала для него книги. И вместе с ним ходила по музеям, учреждениям, которые могли его как-то направить. В детстве я помню главным образом их игрушки. Их детскую и игру с ними. Два мальчика, которые нас развлекали. А какие игрушки были? А игрушки очень интересные были. Во-первых, у них в детстве очень много было коллекций бабочек. Они висели все в комнате. Эти коллекции потом перешли к нам как раз в квартиру. И папа их пожертвовал в школу, в которой мы учились. Потом у них был электрический прибор. Это для нам машина, да. Нужно было держаться за шарики, одеть калоши, зарядиться, а потом бежать и встречать знакомых. И между нами искра происходила. Вот какие игрушки. Вот то, что мне запомнилось, понимаете. А еще я вам хотела показать книжечку эту уникальную. Эту книжку наш журнал называется. Выпустили в 16-м году, перед революцией как раз. И я ее купила случайно у букиниста еще в студенческое время. И вот эту книжку издали два мальчика. Жоржик и Гарик. А взрослые им помогали, оформили уже все это в виде книжки. А так все это детские рисунки всех тех лет. Это, в общем, все эпоха мир искусства. И вот здесь есть три рисунка Юрия Николаевича. И один рисунок Святослава. Тут же вот есть Лидочка Чуковская. Наташа Лансере. Иракли Табидзе. Светик Рерих и Юрий Крерих. Вот они все были здесь. Я потом показывала Юрию Николаевичу эту книжку. Он сказал, что отец его, когда постановка была, по-моему, Бакста, что ли, он делал редекорации к ней. И часто ходил в театр. И брал с собой Юрика. И Юрик там сидел, на диванчике, и смотрел все, знаешь, все, что там происходит. И вот эта картина называется «За кулисами». То, что он наблюдал, там он тут же дома изобразил. 14-й год, начало империалистической. Первый год. «Ночь», «Фонари» – это вот его такие. Это он даже сам говорил, это вот мои воспоминания о Петербурге. Вот такие, говорит, и остались. В какой гостинице он останавливался? В Асторе, недалеко от их старой квартиры. И Юрий Николаевич, выходя из гостиницы, пешком шел для того, чтобы вспомнить те места, которые он очень любил в детстве. Он говорил, я бы вообще хотела жить в Петербурге. Но я должен жить в Москве, потому что для продвижения дел моих мне нужно быть ближе к правительству. Мне нужно через него действовать, чтобы продвинуть. Я же говорю, что он ходил ежедневно мимо своих старых мест, вспоминал. И как он говорил, забавная у него очень фраза была. Это затягивание. Затягивание – это его фраза. Затягивание, что прошлое? Прошлое, для того, чтобы вспомнить и передавать в настоящее. То есть энергию этого? Энергию, знания и поведение, и память о людях, которые тогда были, понимаете? Николай Константинович становится директором Школы Общества поощрения художеств, и семья переезжает в новую служебную квартиру на Мойке. А Юрий в 1912 году вступает в славное братство майцев, майчиков или майских жуков, как называли питомцы в гимназии Карла Майя. Лучшие преподаватели и демократическая атмосфера выгодно отличали ее от других учебных заведений. В нее с удовольствием отдавали своих детей представители интеллигенции и знатных семей – Голицыны, Аболенские, Елисеевы, Бенуа. Елена Ивановна писала, «В детстве я очень следила за их наклонностями, вкусами и чтением. Никогда не давала им читать пошлейшие рассказы для детского возраста. Любимым чтением их были книги, популярно изложенные лучшими профессорами по всем отраслям знания. Старший проявлял любовь к истории и к оловянным солдатикам. Он имел их тысячами. Страсть к военному искусству осталась до сих пор. Стратегия – его конек. Между прочим, талант этот у него врожденный, и он очень гордится своим предкам – предмаршалом Михаилом Илларионовичем Гленищевым-Кутузовым». Юрию, как и его брату Святославу, передалось художественное дарование отца. Особенно ему нравится рисовать батальные сцены. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редко бывает, когда человек с самых ранних лет своей жизни уже знал бы свой дальнейший путь. Путь, который развивался и углублялся на протяжении всей жизни. Позднее скажет о нем брат. Он очень любил рассказывать мне о своем монгольском происхождении. Он говорит, что это любовь ко Монголию мне крови. Я, сказать, такая моя прабаба, по линии прабабушки, это татарская, это монгольская. И после этого мне показалось, что у него действительно монгольские черты. Узкие глаза и там вообще скулы такие. Он мне лично это говорит, это точно, что он хотел, каждое лето приезжая в Монголию на отдых. Вот в 58-м он приехал, в 59-м на конгресс. И потом, в 60-м, когда я, после моей защиты, я должен был вернуться. Он говорит, вот после тебя я обязательно приеду на лето. И буду жить в юрте. Рядом с тобой, мы обычно там, около Лампады, летом выезжали, ставили юрту, мы жили там, если у нас было твои детей и моя жена. И он говорит, что я обожаю лошадь. Ездить люблю, ездить люблю. Обязательно монгольский конь, очень, ну, такое мягкое ездить. Я люблю монгольского коня. И потом сытро обязательно казацкий. А монгольский очень неудобный. 1916 год. Были святки кострами согреты. И валились с мостов кареты. И весь траурный город плыл по неведомому назначению. Они веяли против течения, только прочь от своих могил. На галерной чернила арка. В летнем тонко пела флюгарка. И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл. От того, что по всем дорогам, От того, что ко всем порогам Приближалась медленно тень. Ветер рвал со стены афиши. Дым плясал в присядку на крыше. И кладбищем пахла сирень. И царицей Авдотьей заклятой, Достоевский и бесноватый Город в свой уходил. Туман. Рерихом была уготовлена другая судьба И другие бури предназначены. В конце 16-го года Они выезжают на праздники в Финляндию. Не зная тогда, что покидает Петербург навсегда. И только сыновьям будет суждено Спустя долгие годы Вновь ступить на родную землю. Поездка на праздники превратилась в житие, Пишет Николай Константинович. Для моей ползучей пневмонии Климат Финляндии был превосходен. Собери-ка боли в короб, Вступ в медную недуги. Отнеси-то эти хвори, Сволоки страдания эти На хребет холма болезни, На вершину горы боли. Разум вылечи всех за ночь, За день возврати им бодрость, Так, чтоб хворь совсем исчезла, Чтобы впредь не появлялась, До поры пока на небе Золотой сияет месяц. Бурная столичная жизнь Сменилась неторопливыми ритмами Провинциального Сирдобыля. Сама судьба дала им передышку, Увела от урагана революции К внутреннему сосредоточению. Несколько месяцев Рерихи жили в гостинице Сирахи Ойден. Одно лето жили в доме У ректора Сартовальской семинарии Карла Риландера В Юхенлахте, Что в переводе означает Залив единения. Здесь, в тиши Северной Ладоги, Для Юрия впервые зазвучала Монгольская речь. Их соседом был известный Востоковед Руднев. С ним Юрий стал заниматься Монгольским языком. Сказка Севера глубока и пленительна, Пишет Николай Рерих. В горах бесконечных, В озерах неожиданных, В валунах мохнатых, В порогах каменистых Живет прекрасная северная сказка. Серые камни в кругах Чудесами полны. Храмовая красота Ладожских островов Настраивала на особый торжественный лад. Позднее в Индии Они будут с любовью вспоминать Это время, удивительную природу Карелии, Посещение богослужений В храмах Валаама. Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Господи, Господи Боже мой, Долгое время жили на острове Тулала. Удивительная тишина окружала их. Юрий много рисует с натуры. Вечерами вся семья собиралась вместе. Вечерами читали Калевалу. Можно только догадываться, Какое влияние оказало на мальчиков Эта жизнь в окружении природы, Где все дышало героическим прошлым, Напоминало о деяниях богатырей, Подвигах викингов. Отец создавал на их глазах Живописную сюиту героика По мотивам древнеисландского Богатырского эпоса. Здесь же были записаны строки Его стихотворного цикла Над водоемом склонившись, Мальчик с восторгом сказал, Какое красивое небо! Как отразилось оно! Оно самоцветно, бездонно! Мальчик мой милый, Ты очарован одним отражением, Тебе довольна того, что внизу? Мальчик, вниз не смотри, Обрати глаза твои вверх, Сумей увидать великое небо, Своими руками глаза Себе не закрой. Карельский период прошел для всей семьи В огромном внутреннем сосредоточении. Именно там прозвучал для них зов Николай Константинович писал Делаю земной поклон Учителям Индии Они внесли в хаос нашей жизни Истинное творчество И радость духа И тишину рождающую Во время крайней нужды Они подали нам зов Спокойный, убедительный, Мудрый знанием. У него был облик Совершенно несовременный, Безупречный русский язык. Это был тот петербургский язык, Который мы уже все забыли. Он исключительно Доброжелательно слушал собеседника И все то, что ему говорил, Всегда отражалось в его глазах. Так что, если вы хотите сказать, Что меня привлекло? Магнетизм, личный магнетизм. И потом тип человека, Которого я почти не встречал. Хотя вот здесь, Где мы сейчас сидим, Где сейчас музей Зелинского, Забывали крупнейшие ученые, Начиная с Вернацкого И кончая Юрием Николаевичем Рерихом. Я встречал людей такого масштаба, Но К тому времени Они почти все уже вымерли. В 1919 году Юрий начинает настоящий штурм знаний. Он поступает На индоиранское отделение Лондонского университета. В 17 лет он уже Определил основное направление Своего научного поиска. Византия, Блеск византийских мозаик, Утонченная роскошь Были только первыми впечатлениями На великом пути восточном. Русь в лице хазаров, печенегов И тех неведомых племен И народностей, Кочевавших в степях нашего юга, Принимала дары Тибета, Монголии, Китая И всего Индостана. Русское искусство Есть то понятие, Которое притворило Весь этот конгломерат Разнородных влияний В одно стройное целое влияние. В 1920 году в Америке В Гарвардском университете Он изучает санскрит, Пали, китайский. В 1922 году он получает Степень бакалавра в Гарварде И с августа занимается В Парижской Сорбоне На среднеазиатском, Индийском и монголо-тибетском отделениях. А также проходит курсы На военном и юридическо-экономическом факультетах. Но не только учеба определяет его жизнь. Он разделяет духовные поиски родителей И со всем пылом молодости Стремится соответствовать высоким идеалам. В 19 лет Юрий становится учеником Алал Минго, Мудреца и философа из Индии. В 1923 году Он блестяще заканчивает Парижский университет И удостаивается Степени магистра индийской филологии. В его активе Более десятка языков. Позднее их число возрастет до 33. Мой первый визит в Кулу состоялся в 1945 году. И именно там, под влиянием встречи с Юрием Рерихом, Ко мне пришла мысль заняться изучением тибетского буддизма. Он был великим ориенталистом, востоковедом в самом широком смысле. Но так случилось, что он стал величайшим в мире тибетологом. Позднее, в Сиккиме, мы с Юрием разрабатывали проект создания Института Тибетологии. А замысел Института Урусвати охватывал проблемы всей Средней Азии, Тибета, Монголии, Алтая. Его идея принадлежала профессору Николаю Рериху. Создать большое учреждение со множеством факультетов. Археологии, античности, живописи, фотографии, музыки. Вы участвовали в программе Урусвати? Да, но недолго. Мое участие в работе у Урусвати ограничивается двумя-тремя годами, с 1946 по 1948 год. Какой область? Изучение Тибета. После переезда Рериха в Калимпонг я с ними очень сблизился. Иногда я проводил в Крукете по 2-3 месяца, когда приезжал туда с экспедиции. Елена Рерих называла меня своим третьим сыном. Она очень хорошо относилась ко мне, думаю, из-за моей дружбы с Юрием. Юрий часто помогал ей в работе, например, над книгой «Основы буддизма». Я хотел приехать в Москву, когда он был жив, и он старался организовать мой приезд, но у него ничего не получилось, потому что советские власти не были в нем уверены. Это и есть то место, где раньше находился дворец Раджи Манди. Он был дружен с Рерихом, и Юрий с матерью жили у него после приезда из Кулу. В Париже Юрий помогает переводить по Хагавад Гиту Ирне Монциарлю, видной представительницы Теосовского движения. Одна из ее дочерей Марсель, Мара, как он станет ее называть, становится его близким другом. Несмотря на молодость, Мара была уже известным композитором. Ее музыка нравилась Юрию. В письмах к родителям он писал. «Хочу вам больше рассказать о Маре». Она во многих отношениях замечательный человек, очень не похожа на своих сестер, очень глубокая, мистическая и чуткая. «Не говорите, что чувствуете себя одиноко. Если бы вы знали, как в сердце я рядом с вами, как думаю о вас, я хотела бы, чтобы вы ощутили все тепло моей нежности. Но разлука, вероятно, имеет свой смысл». Откуда-то из глубин прошлого к ним приходят воспоминания. Костры, юрты, Тимур и его любимая жена Улута Ханун. Мара задумывает симфоническую поэму «Тамерлан» и посвящает ее Юрию. «Сегодня я имел объяснение с Марой, и выяснилось, что мы друг друга глубоко любим и чувствуем». «Я послана на ваш путь, учителя, чтобы смягчить вас, а ваше предназначение – сделать мой характер более твердым». Но судьба разводит их по разным дорогам, и они расстаются, как когда-то Тимур и Улута, не зная, суждена ли им встреча. «Ваши такие живые описания этих полных покоя монастырей в Гималайях перенесли меня туда. Слышу музыку и пение, и этот протяжный ровный звук раковины, который неотступно следует за мной, как далекое воспоминание о моей кочевой жизни в Азии». Короткое время их соединяют письма, надежда на встречу в Адьяре, но Юрий не приедет в Адьяр. Его путь лежит в Гималайи. «Я знаю, что вы на пороге большого-большого путешествия. Если бы вы только знали, как неотступно будет моя мысль следовать за вами. Связи между людьми рвутся легко и часто, но связь между душами, скрепленную общей идеей, одним идеалом, время не в силах уничтожится». «Перед зарей в храме души подымается буря. Привратник закроет врата и хранит ключи сокровеннейшего ларца. Дуновение мира тогда не проникнет под покров покоя. И тогда великий милосердием велит открыть врата и узрит душа волны океана покоя». 1923 год. Индия. После долгих лет ожидания и подготовки великий индийский путь становится для Рерихов реальностью. Для Юрия, только что достигшего совершеннолетия, наступает пора практического применения знаний. В то время Индия входила в состав Британской империи. Имперский Запад пытался доказать превосходство материальной цивилизации перед древней культурой Востока. Рерихи же утверждали, что Восток и Запад не враждебные борющиеся силы, а два полюса, между которыми раскачивается жизнь. Поиск следов былого взаимодействия этих двух культур станет одной из задач будущей экспедиции. А пока они погружаются в полное очарование атмосферу Индии, посещают места-магниты древней великой культуры, словно пытаясь что-то вспомнить, пробудить энергии прошлого для созидания будущего. Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего. Рерихи направляется в Секим, в страну небесных ступеней. Издавна это место было связано с махатмами, восточными мудрецами и философами, чьи глубокие познания законов бытия впитали опыт бесчисленных поколений. Они не пишут на скалах имен своих, но сердца знающих хранят их имена крепче скал. Они говорят о научных основах существования, они направляют к оплодению энергиями. Их физическое присутствие сообщает торжественную значительность этим местам. Конечно, сейчас махатмы оставили Секим, но они были здесь, пишет Николай Рерих. В этом маленьком необычном храме у дороги из монастыря Гум в Дарджелинг, где, казалось, собрались под одной крышей все религии, и состоялась встреча Рерихов с учителем. Речь шла о будущей экспедиции. Ее маршрут проходил по самым трудным и малоизвестным тропам Центральной Азии. На этом пути Юрию отводилась роль бессменного переводчика в переговорах с властями, ламами и местными жителями. Он также будет выполнять задачу охраны экспедиции. Первый этап Центрально-Азиатской экспедиции начался в Секиме. «Оттуда, где сны создаются, где возносятся жертвы, где свет незримый труд освещает, оттуда привет в шепоте листьев, в плеске волны, в дуновении ветра. Я с вами». В неизвестной Европе Восток жил своей жизнью. Ступы скрывали сокровища знаний и буддийские святыни. Молитвенные барабаны отсылали молитвы в небо. Отшельники скрывались в пещерах от внешнего мира. Тайные подземные ходы вели в чудесную долину. В храму звучала старинная музыка и пение, гремели трубы и раковины, совершали стаинственные ритуалы. В специальном ларце спрятана вещая чаша с водой. Ее вскрывали под Новый год. Убывание или увеличение количества воды предсказывало, каким он будет, хорошим или плохим. Служители бережно сохраняли реликвии, отпечатанные в камне след ступни основателя красношапочного буддизма Падма Сабхавы. Юные монахи, как и 300 лет назад, заполняли классы монастырских школ. Это не урок пения. Таким может быть урок географии, истории, вообще любой урок. На Востоке хорошо понимают, какую силу имеет голос, ритм, тональность, мелодия. Необычный, загадочный мир открывался взору Рейрихов. Но иногда им встречалось что-то знакомое, напоминающее Россию. Фресковая живопись, росписи и орнаменты, резьба наличников, высокие пороги, костюмы и песенный лад. В монастырях хранились секретные книги, рукописи, вещи, принадлежащие святым подвижникам. Их обычно не показывали посторонним. Но запрет не коснулся демонстрации этих раковин, принадлежавших Падма Сабхавы. Путешествие по восточным Гималаям дало возможность Юрию Рейриху совершенствовать свой тибетский язык, изучать произведения искусства. Его привлекает буддийский идеал бодхисаттв, людей, достигших освобождения, но и за сострадание, вновь и вновь приходящих на землю для помощи человечеству. Храм монастыря Гум посвящен светлому образу бодхисаттвы Майтрейи, с приходом которого на земле воцарится царство справедливости. Постижение основных путей развития человечества это шаг к пониманию собственной личности, пишет Юрий. Обращаясь к прошлому, мы открываем для себя настоящее. Результатом сиккимских исследований стала книга тибетской живопись, опубликованная в Париже в 1925 году. Эта книга и поныне является классической. Юрию было тогда 23 года. У Юрия Николаевича было такое свойство, он умел зажигать людей наукой. И люди по своему типу даже далекие от науки, они перестраивались и они увлекались. Но наука для Юрия Николаевича не было главным в этот период его жизни. Главными были какие-то другие духовные ценности. И очень постепенно мы получали представление от него, что же это такое. Через некоторое время Юрий Николаевич по окончании рабочего дня начал что-то рассказывать. Никогда не о политике, а о культуре. Как он был в Тибете, как он ездил, как надо перестраивать полностью свое сознание, если ты изучаешь культуру другого восточного народа. Или рассказывай, вот он едет верхом с ним несколько лам, они проезжают и едут в горах какое-то ущелье, и вдруг один говорит, ох, какое ужасное место. Потом их догоняет еще один лама, смотрит и говорит, место отвратительное. В это время оступается конь Юрий Николаевич и ломает ногу. Или он рассказывал, страшный мороз в горах в Тибете. и птица падает мертвая. Это очевидно, она замертво хлопается на землю. И вот лама по просьбе нескольких европейцев, которые были, смотрит на эту птицу, она поднимается в воздух, она трепещет, она бьется, она какое-то время летает, и потом падает мертвая. Мы хором говорим, Юрий Николаевич, а как это? А потом он нас приучил, что вот этого вопроса задавать не надо. Это вопрос с позиции науки. А кроме науки есть нечто иное, чем он никогда не давал определения. И он говорит, ну вот можно сказать, что он поднимал эту птицу своим избытком кармы. И вот понимаете, один рассказ такой, другой, третий, а потом он чуть-чуть приоткрывал завесу и показывал, что он может сам. Без объяснений, конечно, и без каких-то вопросов. Мог он, видимо, очень много. Рерихи услышали и записали множество легенд о заповедной стране Шамбала. Ее охраняли неприступные горы и снежные люди. Жители страны знали прошлое и будущее и посылали пророчества в наш мир, и они сбывались. Находилась эта страна где-то за горой Канчинжанга, в монастыре Пимээнзе в особом месте хранится башня Шамбал. В символическом форме творение художника рассказывает о пути восхождения человека. Через нижний город демонов страстей, через препятствия испытания он проходит шаг за шагом к совершенному состоянию души, к состоянию бодхисаттвы. Эту башню построил лама Дунгзи. Он был Тулку и оставил сообщение, когда и где вновь родиться в этом мире. Быть Тулку означает достичь способности сознательно выбирать условия своего воплощения. Для европейца звучит несколько фантастично, но здесь, на Востоке, это обычное явление. Этот мальчик был найден монахами по описанию, оставленному ламой Дунгзи. Ему 13 лет, он успешно закончил обучение в монастыре и скоро поедет в Гангток учиться дальше. Он был привезен сюда в пятилетнем возрасте. Согласно традиции, его подвергли публичному экзамену. Юному Тулку дали на выбор несколько предметов. Он выбрал то, что принадлежало ему в прошлом воплощении. Колокольчик. Руки мои направлены к северу. Поверх всего стоит сужденная Белуха. Москва ступень, Монголия ступень, мой ашрам ступень, Белуха мера мира. Руки мои протянуты к горе, где центр мира. Алтай и Белуха, его главная вершина, занимали особое место в планах Рерихов. Этот древний перекресток на путях переселения народов был указан учителем для будущего культурного строительства. Наша деревня знаменит еще тем, что в 1926 году вместе с женой Еленой Ивановной и сыном Юрием здесь был Николай Константинов Рерихов. Прошло много времени и, к сожалению, мало народа уже знает об этом. Однако Фекла Семеновна Атамана рассказывала, красивые люди это были, баски такие. Баски это диалект, красивые, в белых одеждах ходили. Когда Николай Константинович был в нашем селе, то он жил в доме Вахрамея Атаманова. Вахраме это был родственник Феклы Семеновны. Она говорила так. Ездили они много по горам и были на том месте, где тихонько сейчас, а деревни там не было. Николай Константинович сказал Вахрамею, Вахрамей, и ты не доживешь, и я, поди, не доживу, а вот запомни и детям своим скажи, здесь будет деревня. И, наверное, это место для Николая Константиновича было удивительным, потому что только человек, полюбивший эти места, мог сказать приветливо катую, звонки и синие горы, яркие цветы успокоительной зеленой отравы и кедры. Кто сказал, что за стоп и неприступен Алтай, чье сердце убоялось суровой мощи и первозданной красоты? Рерихи посетили Алтай, чтобы создать условия для будущей общины, но ситуация в России заставила их отложить свои планы. Вернувшись в Россию, Юрий Николаевич как-то сказал, «В России многое происходит по плану, сбывается предсказание, хотя не совсем так, как предусматривалось. Сейчас много говорят об Алтае, Сибири, новые люди на новом месте, город будущего и музей надо строить на чистой земле, на Алтае». Петроглифы встречались на всем маршруте экспедиции. Как путеводная нить сквозь время и пространство отмечали они древние пути переселения народов. Петроглифы на скалах Алтая, Ладака, Тибета, Монголии, Кавказа изображали тех же горных козлов и оленей, что и на камнях Скандинавии, Северной Америки. Через эти изображения Америка и Азия протягивают друг другу руки. Рерихи обратили внимание на сходство индейцев Куэбла с Монголами, на общность культур Индии, Китая и Тибета с древней культурой Майи. Вспоминались легенды об Атлантиде, о древнем едином континенте, расколотом надвое мировым катаклизмом. Без сомнения должны были существовать и следы прошлого единства культур народов Евразии. Перелест Юрия Николаевича в Советский Союз это же стало известным сразу востоковедам и посещение его Ленинграда было известно. Лев Николаевич Гумилев тогда заведовал библиотекой Эрмитажа. Когда он туда приехал, то Льва Николаевича специально попросили чтобы он с ним и чтобы он его провел по Эрмитаже. Особенно те отделы, которые касались Евразии, кочевников, скифов, позырыкский курган, кто их сближал? Юрий Николаевич Рейлих или Иван Николаевич Гумилев. Евразийство, суть которого заключалась в том, что имя России рассматривалось как совершенно своеобразный культурный исторический мир, отличный в равной степени и от Европы, и от Азии. Он охватывал те пространства, где были огромные кочевые культуры глубочайшей древности. Вот поэтому интерес к кочевниковидению был связан с этой концепцией и с этим пониманием самой России. Гумилёва интересовала пассионарность. Пассионарность он понимал как энергетическое состояние человека, человеческой психики и повышенный энергетизм личности и групп, который способствовал народным передвижениям, войнам и вообще любым творческим проявлениям. Теперь эта пассионарность она напрямую не касалась духовной сферы. И когда мне приходилось у Милёва задавать вопросы в какой степени пассионарность связана с религиозными движениями духовными буддизма, христианства в таком плане, то он очень волновался и как-то всегда от этого темы как-то уходил и говорил, что я говорю о другом, я говорю об активности человеческих масс. Льва Николаевич интересовала историю прежде всего к политическому ее проявлению, Юрия Николаевич интересовала история духовная прежде всего религиозное напряжение человеческого духа. Одним из самых больших научных достижений экспедиции было открытие на севере Тибетского Нагорья звериного стиля в художественном убранстве оружия кочевников. Это доказывало единство культуры кочевого мира Евразии в древности. Юрий Рейрих считал, что повсеместное распространение этого стиля среди кочевых племен азиатских степей связано со сходством их образа жизни. Единый ритм кочевья, отбиваемый копытами несущихся коней, лошадь кочевника, ее дух, ее пластика, ее движение незримо присутствуют в каждой звериной фигурке, сделанной мастером. Но когда он вам потихоньку приоткрывался, он стал что-то вам рассказывать об учении, о работе своей матери и отца? Нет, никогда. Он был у нас индолог, тибетолог. Это были только разговоры о науке. Он упоминал семью, он мог, скажем, рассказать, что вот их так воспитывали, приучали к труду, что у них с братом были грядки на огороде, которые они обрабатывали и все. Или, скажем, он мог упоминать путешествие по Тибету. И я помню, как он сказал, что им стало страшно, когда они вдруг встретили представителей секты, которая искала их. Эта секта обычно искала тех, кто должен погибнуть. И вот, когда их Юрий Николаевич увидел, он понял, что они в страшной опасности. Он понял, какова угроза, как серьезное их положение. Это с ними они хотели встретиться. на Чантанге? Вот, наверное, это было то путешествие. На Чантанге. Это Тибет. Тибет, Тибет. Тибетские власти не пустили экспедицию рейхов в Лхасу. Вынужденные зимовать на заснеженном плато Чантанг, караван потерял пять человек и почти всех животных. Но в этих экстремальных условиях Юрий Рерих не только открывает звериный стиль у кочевников Тибета, но и находит уникальные рукописи до буддийской религии Бонн с эпосом от царя Гасей, связанной с заповедной страной. Еще ходили по Тибету странствующие жрецы Бонн в черных мантиях, приносили жертвы, совершали таинственные обряды, еще исполнялись буйные шаманские фляски и ритуалы, а рядом гремели барабаны и слышалось пение буддийских монахов. В этом пестром потоке вдруг проглядывал светлый лик Майтреи, грядущего Будды. Заповедная страна напоминала о себе образами танок, пророчествами лам, сокровенными текстами. Она носила разные названия Агарти, Майя Линг, Шамбала, Беловодья. И Беловодья искались всегда. И можно было найти такие памятки. Памятки раздавали так. На Беловодье надо бы ехать до города Бийска, а потом по Смоленской дороге, до реки Устюбы. Там есть горы каменные, снеговые, есть там деревня Умон, есть там люди, которые поведут дальше три дня голодной степью и две недели морем. А Фёкла Семеновна говорила мне так, есть оно Беловодье, да есть, искать его только надо. Широкое место там между Бухтармой и Китаем, но дойдут туда не все праведной душой. Каждой душе своё Беловодье и каждый находит его по-разному. Зимой я возвращался через Верхний Умон и тогда ночевал Эта Семеновна Атаманова. Я спрашивал что такое Беловодье и вообще были ли там Рерики, видели ли его. Да, да, многие мечтали бы побывать в Беловодье, но обычно как, вот пойдут люди, вроде бы дорожка есть, а потом туман так всё закроет, что хода дальше нет. А вот Рерихам стёжка открылась, и холодные и горячие воды открылись, и они побывали в Беловодье. Причём очень живо всё так рассказывала, поэтому это не кажется придуманным, хотя кто его знает, здесь на Алтае легенда и миф становятся такой реальностью, что подчас совершенно невозможно определить, действительно это так было, есть, или это живёт в сознании. По нашим понятиям, когда, скажем, Тярлухча или белый шаман умирает, у него сультырь, это положительный заряд души, остаётся не под землёй, а улетает вверх на небо. И такие сультыры белые накапливаются, по нашим понятиям, где-то может быть на Тантале, а может быть и другой планете, например, в Сатурне. И вот Шамбала есть не только на Алтале, но над каждой страной любого народа есть свой Шамбала. Танил Андреев вот это понятие Алтайцев Шамбала в нашем понимании, он его понимает как небесная Россия. В прошлом году ко мне сюда в музей приехал учёный, хоть Аргуэлес, из США. Они хотели проехать по пути Николая Константиновича Рериха. Больше всего разговор у нас шёл с ним в сходстве алтайской космологии и космологии Майя. Ну и его цель была как-то пропагандировать тринадцатилунный календарь. И как раз совпадает алтайский календарь с Майя. Хосеар Гуэлес тоже говорит, что народ Майя корнем связан с алтайом. И он не только мечтает, верит в возрождение своего народа. Так же, как Алтай. Для исследования и систематизации собранного экспедиции материала Рерихами был создан Институт Гималайских исследований Урусвати. Он имел широкую комплексную программу изысканий. Археология и ботаника, биохимия и физика космических лучей, медицина и фармакопея составляли область его интересов. Юрий стал директором Института. Ему было 26 лет. К сотрудничеству привлекали ученых из разных стран. Одним из них был индийский физик Боше. О нем ходили легенды. Многим казалось смешным, что он разговаривает с растениями с помощью тончайших измерений и следует их чувства. Но Рерихи видели в этом прорыв нового знания, подтверждающего единство жизни. Прочные научные связи соединяли Юрия Николаевича и институту Русвати с азиатским обществом в Калькутте. Его часто приглашали сюда делать доклады. Здесь, в одном из самых авторитетных научных учреждений Индии, были осуществлены первые публикации многих его работ. И сейчас в азиатском обществе с его давними научными традициями помнят о Рерихах. Их труды изучают специалисты и студенты. Юрий Рерих писал «В горах скрыто забытая цивилизация, носитель древней мудрости и культуры. Именно здесь зашедшая в тупик наука может найти свое обновление. Вновь наступает время, когда восточное знание проникает в нашу жизнь и подчиняет себе науку». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова